Что сегодняшняя наша тема? Это обучение чтению, учимся на практике. Ну, давайте тоже проверим немножечко связь, насколько хорошо меня видно, слышно. Огонечек в правом нижнем углу нажмите, пожалуйста, и я увижу. Ольга Николаевна, почему-то звук немножко эхо идет, звук дублируется. Посмотрите, везде ли микрофон у нас отключен. Так, сейчас, минутку. Так, а если я попробую, сейчас, минутку. Эхо идет, послушайте, пожалуйста. Вот так. Подскажите, пожалуйста, слушайте ли в чате, идет эхо, когда я отключила наушник или все в порядке? Так, реакции не вижу. Сейчас лучше. Тогда оставляем так, да? Так, эхо нет. Ну, давайте, если есть какие-то недочеты, пожалуйста, так, все хорошо. Спасибо большое за обратную связь. Тогда мы начнем наш вебинар. Обучение чтению учимся на практике. Ну, хотелось бы начать с того, что у нас... Сейчас, минутку, отвлекаясь на чат. Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя, да? Это слова Сухомлинского, нашего известного педагога. И именно чтение вызывает очень большие сложности у наших деток в данный момент, да? Не столько у нас вызывает сложность письма, сколько у нас вызывает сложность чтения. Вспоминаются слова Сухомлинского о том, что можно жить и быть счастливым, не овладев математикой. Но нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, невоспитанный человек, нравственный невежда. Выражение умения читать, да, включает в себя не широкий спектр понятия от умения складывать слоги, да, до слова, а то, чтобы ребенок понимал прочитанный текст. Ну, сейчас занимаюсь... Опять я поповелся... Очень странно, я ничего не делаю. Так, давайте... Отчего же... Сейчас, минуточку, давайте тогда настроим связь, чтобы у всех все было... Слышно. А вот так вот, Татьяна Викторовна, пожалуйста, ответьте, так тоже эхо идет. Если вот я вот таким вот, когда подключилась, говорю, идет... У кого-то все хорошо, у кого-то эхо. Татьяна Викторовна, подскажите, что мне тогда делать, если вот у нас... У кого-то эхо, у кого-то не слышно. Все хорошо. Так, если вот через наушник, ответьте, пожалуйста, если хорошо, то оставляем. Ну, звук, может, отстает от движения, и может быть, да, медленный интернет. Так, у кого-то все хорошо? Так, ну, давайте оставляем так. Татьяна Викторовна, таким образом оставить. Так, ну, если все нормально, давайте тогда... Главное... Так, все, тогда я оставляю таким образом. Сейчас вернемся к мысли, да, выражение «уметь не читать» включает в себя широкий спектр понятий от умения складывать слоги в слова, да, до умения не только прочитать текст, но и чтобы ребенок у нас понимал, что это за текст. И эмоционально он должен отзываться на каждый, допустим, поступок героя, да, если это у нас художественное произведение, или на ту информацию ребенок тоже должен отзываться эмоционально, да. Почему вредно читать раньше, да, чем ходить? То есть, раннее развитие. Сейчас мамочки очень многие пытаются там с двух, с трех лет детей научить читать. Есть знаменитая методика глобального чтения, да. По мнению специалистов, это психологов, логопедов, только 20% детей в возрасте 4 года имеют зрительную дифференцировку для чтения, да. Только у 20% глаз ребенка и частично мозг готов к тому, чтобы начать научиться читать, да. Обратите внимание, что специалисты всегда ведут речь о полном возрасте. То есть, в данном случае имеются в виду дети, которые уже исполнилось 4-4 года. Вот вижу комментарий, Евгения, я научилась читать в 3 года. Опять же, здесь все индивидуально. Я не говорю о том, что нужно учить читать всех в 4, в 5, в 6 лет или есть какой-то определенный срок, да. Но когда ребенок не готов к этому и родитель начинает его заставлять это делать, это вредно для ребенка. Я хочу сказать об этом, да. У меня у самой племянник научился читать в 3 года, но его никто не заставлял. Если эта потребность ребенка самостоятельная, а не идет извне, то почему бы, ну как бы, не освоить ему этот навык, но заставлять ребенка в 4 года, когда он к этому не готов, это неправильно. Я хотела сказать только это. Только в 6-7 лет у ребенка начинает, мы знаем, формироваться внимание и усидчивость, да. Строго говоря, говорить о том, что обучение раньше 6-7 лет, да, оно возможно, но если ребенок не готов, опять же, повторюсь, мы не заставляем его это делать, да. И, опять же, хотелось бы, пока я веду вебинар, краем глаза увидеть, как вы считаете, ну, такую небольшую обратную связь, изучение других языков, когда ребенок еще не готов, не читает на русском языке, как, на ваш взгляд, положительно это или отрицательно. Но потом, в конце вебинара, хотелось бы тоже немножечко обсудить этот момент. Раннее и сверхраннее чтение формирует неадекватный механизм, при котором либо целостное восприятие нарушается, да, и начинает выпадать взгляд, а затем возвращается. И ребенок начинает как бы читать угадывающе, да, то есть он не дочитывает, он начинает наше начало слова и не продолжает его. То есть, как бы угадывая чтение, да, и у него не получается правильного чтения. Еще такой момент, как мы учим читать, да. У нас, мы знаем, есть буквы и есть звуки, да, которые обозначают эти буквы. Очень часто родители, когда учат ребенка читать, они предлагают ему буквенный вариант обозначения этой буквы, да. То есть мы говорим «б», да, с гласными у нас проблем нет. Естественно, она у нас как звук, так и буква один и тот же вариант, да. А с согласными у нас возникают проблемы, да. И если мы учим буквенному варианту ребенка, то у нас начинается, допустим, «баба», «бэа», «бэа». Слово «баба» у нас никак не выходит, да. Соответственно, если мы ребенка обучили сначала буквенному варианту, да, то звуковой вариант у нас привить будет ему намного сложнее. Поэтому, когда мы обучаем ребенка читать, мы предлагаем ему только звуковой вариант. Потом был момент, да, когда мы должны говорить ребенку, что каждый звук у нас имеет с собой буквенное обозначение, да. И только потом мы говорим буквенное обозначение. Это тоже очень важный момент, который необходимо отметить, да. Следующий момент, который бы хотелось обсудить с вами, это как мы учим буквы, да. Существует несколько вариантов, как можно учить буквы. Мы раскрашиваем буквы, да, то, как мы учим их зрительное восприятие, да. Звук и то, как у нас написана буква. Допустим, чтобы процесс раскрашивания не наскучил ребенка, нужно использовать техники. Для этого существует несколько различных техник, да, которые я вам сегодня предложу. Допустим, раскрашивать буквы не только карандашами, но и красками, восковыми мелками, штампами, да. Раскрашивать пальцами, используя пальчиковые краски, тоже очень увлекает детей, потому что они начинают как бы, ну, пачкаться они у нас все любят, да. Поэтому раскрашивание пальчиками здесь развитие и мелкой моторики одновременно, и при этом изучение букв. Использование нетрадиционной техники рисования, да, это ватные палочки, скомпанная бумага, либо изображение буквы при помощи плексографии, это тоже очень интересно детям, да. И предлагаю вот еще один из вариантов, это у нас вариант украсть букву, да. То есть мы с вами печатаем букву на, допустим, в формате А4 и предлагаем ее украсить. Вот слева мы видим, это у нас тесто, окрашенное цветом, да, окрашенное гуашью, или же использование салфетки. Да, тоже очень интересно, и дети очень с большим интересом осваивают буквы и ее зрительное восприятие. Следующий момент, который бы ответить, это лепим и конструируем, да. Если соединить лепку с прослушиванием, допустим, песенок Екатерины Жигелезновой из альбома «Музыкальный букварь», да, то этот процесс будет намного интереснее, да. Мы можем включать эту музыку, чтобы она у нас шла как бы фоном, да, и подпевать ей. Либо же мы поем вместе с ребенком, заучиваем эти фразы вместе с ребенком, что нам это дает, какие плюсы в этом. Мы развиваем внимание ребенка, мы развиваем память ребенка, да, и у нас ребенок начинает зрительно воспринимать буквы, понимает, как они звучат и как они должны быть написаны. Следующий момент, который тоже очень интересен детям, это у нас пишем на крупе, да, если у нас есть возможность написания, допустим, на цветовом планшете, то мы используем этот цветовой планшет, да. Если же нет, то мы можем взять совершенно просто обычную коробку, да, с которой мы работаем, и при этом ребенку предлагаем написать, чтобы он видел, как внешне видит буквы на крупе или песке. Здесь у нас опять же идет развитие нашей мелкой моторики, да, и восприятие буквы. Еще, как можно интересно предложить ребенку выучить буквы, это наше лото, да, которое никто не отменял. Но лото можно использовать не просто, как в виде лото, да, доставать их и показывать эти буквы, либо складывать слоги из них, а мы можем предлагать распечатку на листе тоже бумаги. Допустим, А4, буквы тени, да, на которые нужно наложить цветную букву. Тоже очень сильно заинтересовывают детей эти моменты, и они им очень интересны. Следующее, что еще мы используем на своих занятиях, да, когда учим детей чтению, это так называемый буква Ешка, это постоянный друг нашего, наших занятий. А здесь мы предлагаем, вот у нас в левом нижнем углу, я вам показываю, да, такая лягушечка, которая приходит на занятия. Во-первых, здесь идет эффект присутствия героя, который завлекается, да, ребенка завлекает. И этот момент тоже очень интересен детям, то, что у них друг, у них герой на занятии. Вот такого вот плана, буква Ешка, он у нас есть, да. Либо же в правом верхнем углу у нас нарисованы лица, да, где, допустим, мы должны отделить гласный от согласных. Согласное лицо у нас нарисовано, допустим, синим и зеленым цветом, да, гласное у нас лицо нарисовано красным цветом. Если коробка небольшая, мы можем с вами выбрать маленькие фасолинки, да, на которых будут написаны буквы, и ребенок должен назвать букву, ее звуковое обозначение, небуквенное, опять же, и опустить в коробку, да. Если коробка большая и дырочки у нас могут быть побольше, мы можем с вами использовать желтки от Kinder Surprise, вот эти маленькие, кругленькие, так называемые, желтые яйца, да. А также очень интересный вот у нас монстрик такой, да, это у нас буква Ешка, но он плоский. Берем просто Ватман, либо это наша доска, да, либо Ватман, один из двух вариантов, можете что-то еще придумать. И буква Ешка, он у нас показывает, какая буква и как она звучит, да. Тоже очень интересно, детки любят, во-первых, выходить к доске, то, что их это увлекает, и они у нас называют буквы. Следующий момент, это у нас так называемая протыкалочка. Мы предлагаем, да, нарисуйте букву на бумаге, положите лист бумаги на ковер или мягкий диван. А также есть еще такая подложка для рукодельниц, да, коврик универсальный, он прорезиненный, его тоже можно протыкать. Тоже как вариант, но он немножечко дорогостоящий, да. Вручите ребенку зубочистку, ну, предмет острый, но дети легко обещают за техники безопасности. Это может быть не зубочистка, да, которая у нас двойная. А можно использовать шпажку деревянную, да. Такой момент, да. Извините, отвлеклась на чат. Вы, если будете использовать деревянную шпажку, у нее с одной стороны острый конец, да, с другой он зато, подточен, он просто тупой конец, да. И ребенку предлагается попротыкать, да, и украсить букву дырочками. То есть проткнуть можно, допустим, сначала по контуру, потом изъять ее, да, и раскрасить этот контур, либо же просто попротыкать нашу букву, чтобы ребенок увидел, да, эту букву. Следующий момент, это упражнение обводилочка, да. Нарисуйте букву, извините, переключилась, два раза нажала. Восьмой элемент, это обводилочка. Нарисуйте букву красками, а затем попросите ребенка обвести ее другим цветом или несколькими цветами, да. Здесь у нас тоже у ребенка закрепляется внешний вид нашей буквы. Следующий момент, как мы можем с вами учить ребенка читать, извините, не читать, это мы пока относимся, с вами смотрим тот момент, как мы воспринимаем зрительно наши буквы, да. Это у нас зашумленные буквы, они могут быть вот в таком, как на левом верхнем углу, раскиданы, да, по нашей картинке. И здесь ребенку предлагается найти, как выглядит тот или иной звук, да. Либо же, как в правом нижнем углу, да, у нас есть зашумление, это горизонтальные, либо диагональные, либо вертикальные линии, да. И ребенок тоже должен назвать звуковое обозначение этой буквы. И еще один из интересных вариантов – это раскрасть буквы. Тоже дети у нас любят раскрашивать, у нас вот таким вот образом могут выглядеть картинки, да. Если мы посмотрим на нее, допустим, если мы закрасим одним планом, одним цветом звуковое обозначение, да, буквы «Г», то мы увидим с вами, что у нас там нарисована гриб, да. Таким образом дети видят как бы проявление наших букв как волшебство, да. Они запоминают их зрительное восприятие, и потом они уже знают, как они обозначаются в звуковом формате. Следующий момент, который тоже может нам помочь, это так называемое memory, да. Здесь, ну, на фото это приобретенный вариант, да. Здесь ребенок должен научиться увидеть, во-первых, мы развиваем память, да, где какая буква у нас лежит, и сказать ее, опять же, звуковое обозначение. Опять же, повторюсь, развиваем память и развиваем наше звуковое восприятие. Следующий момент – это собери букву. Здесь мы можем букву собирать из любых, совершенно любых элементов. Это могут быть карандаши, это могут быть счетные палочки, да, либо какие-то предметы, или же у нас может быть вот такая разрезная буква, да, она у нас точно так же предлагается ребенку собрать. Но если мы даем несколько букв, да, несколько элементов, их должно быть не совсем много, чтобы ребенок не запутался. Следующий момент – это, опять же, оптическое восприятие букв. Это у нас «Допиши букву». Опять же, буквы у нас должны быть пока только печатные. Мы не учим ребенка читать, начиная с письменных букв, да. Может быть, вас это удивит, но есть такие родители, которые начинают, к сожалению, именно с письменного варианта. Следующие, допустим, это подвижные буквы, да, «Беги к букве». То есть ребенок должен найти ту или иную букву, да, или же показать животное, допустим, звук, который он может изображать, относящийся к этой букве, да, допустим, «Ж». Это у нас «Жужжание жука», да. Следующие – это у нас очень интересное, могу сказать, дети, ну, из личного опыта любят, Но это мы проводим, когда уже ребенок у нас познакомился с всем алфавитом, да, даже если он не знает его по порядку, но внешнее зрительное обозначение он должен у нас уже знать, да, это у нас техника «собери алфавит». Вот мы с вами видим слева, что у нас написано алфавит в таком более разбросанном виде, да, и ребенку предлагается соединить точки, которые идут по алфавиту, да, это у нас наше соединение по точкам, да, всем известное. Только у нас здесь применим алфавит. Если ребенок, вот такой момент, не знает полностью алфавит, вот мы с вами видим, вверху у нас такая полосочка, да, где у нас прописан наш алфавит, и мы ребенку помогаем этим моментом, чтобы он у нас знал, как произносится та или иная буква, да, вот вверху у нас такая есть подсказка. Мы тоже говорим ребенку, и ему становится проще и легче. Если знает ребенок у нас алфавит сам, то все замечательно, да, он просто у нас соединяет наши буквы. Следующий момент, который тоже очень интересен детям, это у нас звуковой плакат. Произносить должен звуки, не буквы. Когда приобретаете такой звуковой плакат, часто это делают и родители, и педагоги в своих классах, да, чтобы, может быть, частично облегчить себе работу, но он должен произносить звуки, не буквы, опять же, потому что закрепляется у детей именно буквенное произношение очень быстро. Что же мешает у нас ребенку читать хорошо? Первое, это страх перед неудачей. У детей и младшей школы, от которых учителя и родители ждут успехов, неуспехи в чтении, блокируют желание брать книгу в руки, да. Допустим, один раз что-то не получилось, не получится, может быть, почему? Мы, естественно, начинаем чтение с коротких слов, да, а когда ребенку, ну, там, допустим, кто-то там, бабушка, дедушка, мама дает большое слово, и ребенок понимает, что он не может его прочитать, то у него начинается страх перед неудачей. Соответственно, мы не даем ребенку сразу большие слова. Минимальное распознание слов и послуговое чтение, особенно в длинных словах, даже у детей, которые по слогам уже не читают, да, здесь у нас, мы учим детей также делить слова на слоги, чтобы им было легче. Еще очень важный момент – это неправильная постановка дыхания. Дети тратят время на то, чтобы набрать в легкие воздуха и теряют время на неправильный выдох, да, но это то, что у нас относится к скорости чтения, да. Здесь, да, страх, вот я вижу комментарий, это следствие, но оно потом является причиной того, что ребенок не хочет читать. Если несколько раз происходили такие моменты, да, что у ребенка не получается, да, то это становится причиной нежелания чтения. Ну, давайте вернемся к нашему дыханию, это неправильная постановка, да, то есть у нас дети дышат либо поверхностно, либо они забывают вообще дышать во время чтения, да, наверное, вы видели, что ребенок у нас таким вот образом вдыхает, и на одном дыхании, да, я сейчас расскажу про дыхание, и на одном дыхании он у нас начинает читать весь текст. Здесь мы учим ребенка обязательно дышать носом, да, то есть мы не делаем вот такие вот, ну, большие вдохи ртом, во-первых, это вызывает потом сложности при увеличении скорости чтения, да, здесь мы учим ребенка вдыхать носом, да, недаром логопеды, когда проводят свои занятия, они сначала учат ребенка правильно дышать и только потом произносить звуки, да, если у нас идет воздушная струя правильно, то, естественно, и выдыхаем мы с моментом, когда произносим букву, да, и обязательно ребенку говорим о том, что мы дышим во время чтения, да, у нас есть определенные, допустим, мы берем с вами скороговорку, что мы говорим ребенку, мы вдыхаем медленно носиком, произносим три слова, потом вдыхаем еще раз и произносим дальше, да, вот таким вот образом мы учим ребенка дышать, но опять же мы говорим тот момент, что дышим мы обязательно вдыхаем носом, да. Еще один момент, да, что ребенок создает паузы между словами, да, и за счет этого у нас ребенок начинает плохо воспринимать текст, да, то есть он, если у нас текст состоит, допустим, из пяти слов, когда он дочитал уже до конца к пятому слову, за счет того, что он останавливался очень много, да, за счет этого он у нас просто забыл первое слово. Следующий момент – это рассеянное внимание, ребенок познает слоги, но не может удержать в памяти несколько слов, такое чтение называется механическим, да, мы знаем, у нас есть дети, допустим, у меня пришел дошкольник, который, дошкольник читал уже 96 слов в минуту, для дошкольника это очень большая скорость, но он совершенно не понимал, что он читает. Да, он произносил слова правильно, но понимания не было, понимания полностью отсутствовало. Что мы делали? Мы учились сначала читать медленно, что переучивать, да, я вот видела краем глаза в чате, что переучить очень сложно. Могу сказать, мы около полугода потратили только на то, чтобы переучить читать, да, чтобы начать читать медленно, а только потом мы начинали читать быстрее. В своей книге «Кольфовскорение», да, Зайчев посчитал, что ученик 8 класса, имеющий скорость чтения 38 слов в минуту, затратит на выполнение домашнего задания 9 часов, да, соответственно, это очень много. И если ребенок у нас не научился читать, то у него будут проблемы, у него будут вопросы и выполнение домашних заданий не только по литературе и русскому языку, да, а и по математике. Почему? У нас задача состоит из определенных заданий, да, из определенных предложений. Когда он наше задание дочитал до конца, естественно, он забыл, о чем было в начале. За счет этого мы перечитываем еще, еще, еще несколько раз, да. Исследования показали, что среди быстрочитающих детей 55% учатся на хорошо и отлично, да, а среди медленно читающих таких очень мало. Чтение очень важно. Увеличение чтения, скорости чтения происходит главным образом в начальных классах первые 3-4 года скорость возрастает на 70 слов, далее только на 20-30 слов, да. То есть начальная школа, мы с вами знаем, да, на учителях начальной школы лежит такая большая ответственность, это закладка нашей основы, закладка нашей базы. Ну, что касается норм скорости чтения, да, это у нас, мы знаем, первый класс 25-30 слов, это средняя. Если ребенок обучается у нас в гимназии, да, то, естественно, это может быть немножечко отличаться норма. Но я говорю вам среднюю, да, второй класс это 40-50, третий это 65-70 и четвертый 85-90, да. Когда ребенок у нас приходит в первый класс, естественно, норма у нас никакой не может быть. Но зачастую учителя, да, они проводят тестирование, да, но тестирование это должно проводиться лично для них с учетом того, чтобы определить, где нужна помощь ребенка, а никакой не экзамен. Есть такие школы, которые, к сожалению, говорят о том, что мы будем проходить экзамены в первый класс. Способы чтения бывают непродуктивные, да, это побуквенное или отрывистослоговое, и продуктивное. Это плавное слоговое, плавное слоговое с целостным прочтением и чтение целыми словами. Как же мы с вами учимся читать? Первое, что я предлагаю, это слоговые таблицы, да, они не несут никакой такой информационной нагрузки, да. Это вот такая обычная слоговая таблица, где ребенок просто соединяет наши звуки, да, допустим. И звуки, как вот вы видите, да, они идут у нас горизонтально с одной и той же первой буквой и вертикально с одной и той же второй буквой, да. Здесь у нас ребенок не возникает страха, да. Почему? Потому что он знает, как у нас звучит первая буква или знает, как звучит вторая буква. Следующий момент, который бы хотелось показать, как можно использовать такие моменты, да. Это у нас короткие слова, вот таким вот образом, да, мы ребенку предлагаем трехбухвенные слова. Еще очень хороший такой метод «давай вместе», да. Тогда ребенок у нас начинает думать, что он как бы начинает читать вместе с учителем, и страх немножечко у нас проходит, да. Следующее очень интересное для детей – это слова «картинка», тоже короткое слово. И ребенку предлагается подобрать картинку к этому короткому слову. Вот таким вот образом, так называемое такое у нас лото. Следующее – это следующий момент, когда мы предлагаем точно так же, но уже на одном листе, соединить короткое слово с картинкой, которая у нас изображена. Еще одно упражнение, которое можно точно так же сделать и самостоятельно, но, допустим, вот у нас такой интернет-эвариант «собери пазл». Здесь ребенку предлагается собрать в виде пазла слова и записать его сбоку, с края, да. Следующее – «сварим суп и компот». У нас на картинке нарисована кастрюля, да, и нарисована чашка. Здесь ребенку предлагается отвести слова, но, опять же, здесь, когда уже ребенок читает немножечко получше, тогда мы предлагаем этот вариант чтения, да. Еще очень интересно детям, никто не отменял нашу цифровизацию, да, и наше приучение детей к компьютеру – это у нас интерактивные игры, где ребенку предлагается собрать слово по слогам, да. Мы видим картинку в левом верхнем углу, это у нас сок, и ребенку предлагается перетащить наши слоги уже для того, чтобы составить слово, да. Еще одна из интерактивных игр, да, у нас, допустим, вот слева мы собрали слово «утка», справа мы должны собрать слово «лиса». Здесь у нас уже уходит наша картинка, ее нет, ее ребенок не видит. Еще очень интересно детям – это одинаковое слово, одинаковое начало, да, когда мы видим, допустим, по серединке у нас одно окончание, допустим, «ток», «сок», «бык», «мак», да, и так далее. Или же «пир», да, «ржав», да, и также таким же образом у нас может быть одна и та же буква, один и тот же звук, с которого мы начинаем. Следующее очень интересное, да, это у нас игра «Учимся читать по слогам», да. Я вот вам предлагаю такой вариант карточек, да, но их можно сделать самостоятельно, они обязательно их покупают. Если есть возможность сделать самостоятельно, можем сэкономить, да, и сделать их самостоятельно. Это ни в коем случае не реклама, я просто хочу сказать, чем можно пользоваться, да, приобретать или нет, это, естественно, на ваше усмотрение. Еще вот такого вот плана есть карточки и игры, да, они имеют нескольких уровней, да. Да, допустим, мы читаем от слова, да, от звука к слову, да, читаем по слогам и читаем предложениями, и там их еще есть несколько вариантов, да. Игры довольно-таки интересные. Дети очень любят собирать вот такого вот плана пазлы. Вот в одной из вариаций, это у нас первый вариант, да, ребенку предлагается вот, ну, допустим, собрать слово «ель», да, «кин». Это наши короткие слова. Здесь у ребенка должна сложиться правильная картинка, после чего он должен прочитать эту картинку, да. А еще очень интересная вот такого вот плана сборка слов, когда у нас не хватает одного звука, да, и ребенок должен у нас добавить это. Либо же изменить, да, наше слово при помощи добавления одного звука. Допустим, лен – плен, лук – плуг, да, шар – шар. Таким вот образом тоже можем учить ребенка читать, потому что просто... Садить ребенка над книжкой, да, естественно, это не даст никакого должного эффекта, ничего мы, грубо говоря, не получим, да. Еще очень интересный такой вариант – это лату-лабиринт, да. Здесь у нас, вот я сама пользуюсь этой методикой, да, она была приобретена мною довольно-таки давно. Детям очень интересно, они должны сложить из карточек лабиринт. То есть на одной карточке у нас нарисован рисунок, но написано совершенно другое слово, которое мы с вами должны найти. В чем здесь плюс? Если у нас ребенок начинает привыкать к внешнему изображению, да, наших... Ну, допустим, вот как картинку мы даем, он видит картинку, и он видит слово. Естественно, он будет смотреть на картинку, читать он не будет. А здесь ему придется прочитать по той причине, что у нас одна картинка, а слово нарисовано у нас совершенно другое, да. За счет этого детки у нас с интересом точно так же учатся читать. Следующий момент, немножечко посложнее, да, но здесь у нас в подсказку дается картинка. Здесь мы из наших двух должны собрать слово и прочитать его. Еще очень интересный вот такого вот плана лабиринт, очень интересное упражнение. Здесь у нас данные слоги, и из этих слогов мы должны с вами составить слова, да, допустим, дыра, рана и так далее. Здесь у нас ребенок должен увидеть слово. Можно попросить его даже записать. Или же, когда ребенок, опять же, чтобы он у нас не угадывал, мы предлагаем ему очень похожие слова, да, допустим, картина, корзина, да, булка, бусы, парашют, пароход, чтобы ребенок дифференцировал написание наших букв уже внешне. Еще один из вариантов – это шифры. Обычно дети к обучению чтению цифры знают уже довольно-таки хорошо, да. Вот такой вот вариант у нас в пределах десяти букв, ну, можно и покороче, здесь вот в основном шесть. У нас дан шифр. Из этого шифра ребенок должен составить слово и найти картинку к нему. Тоже очень увлекательное упражнение. Сделать его, опять же, можно самостоятельно, не тратя на это какие-то свои деньги, да. Очень интересный вариант. Прочитай по первым буквам, впиши буквы, да, и прочитай. Но, опять же, этот момент должен оговариваться, допустим, как у нас произносится. Если это у нас очень маленький ребенок, да, он не будет знать, что у нас слово «очки», которое мы произносим, грубо говоря, через «а», да, мы пишем через «о». И в другом слове это может быть не такой звук, да. Здесь тоже нужно быть внимательным и аккуратным, да. Или же отличаются слова. Да, малина, машина, да, допустим, вот таким вот образом. Лук, жук, то есть одной буквой, одним звуком, извините, когда у нас отличается. Очень интересно детям. Здесь мы видим точки, да, по этим точкам мы тоже можем с вами отличать, к какому рисунку у нас относится то или иное слово. Следующий момент тоже очень интересный. Я пользуюсь сама этим диском, да. Это диск, который быстро научится читать. Очень интересно детям, почему. Сейчас я вам покажу этот диск в развернутом виде. Вот такого вот плана он будет у нас выглядеть. А здесь ребенка заинтересовывает что? Что он может у нас покрутить этот диск, да, у нас любое действие, да, может вызывать интерес у ребенка. Потому что он не просто сидит и читает, да, а он у нас крутит наш диск, да. Соответственно, физическое какое-то применение к нашим материалам вызывает интерес. И ребенок как бы немножко отвлекается на тот момент, что он крутит этот диск, при этом он учится читать. Как я предлагаю своим ребятам, да, начинать читать. То есть тот слог, который мы соединяем, да, мы, во-первых, сразу оговорюсь, не люблю методики и, ну, из личного опыта очень сложно дается, когда ребенку разбивают слово на слоги прям вот явно. С моей точки зрения, ребенок должен видеть целое слово. Поэтому слоги мы разбиваем вот таким вот образом, как на картинке, да, то есть они у нас разбиты внизу. То есть при помощи скобочки ребенок понимает это слово и как он должен это сделать. Ну, вот таким вот образом, это у нас наши короткие слова, да, которые, ну, смысловой нагрузки не несут, или же вот таким вот образом, да, сайка, зайка, это у нас похожие слова, но, опять же, внизу мы с вами видим разделение на слоги, да, при помощи скобочки и при помощи нашей точки. Здесь слогово, ну, как бы не советую деление. Вот такой вариант есть, деление на слоги, да, либо же вот таким вот вариантом, когда у нас идет не горизонтальная линия, да, а вертикальная линия. То есть мы делим наше слово, но вертикально, да, чтобы ребенок воспринимал, опять же скажу, первое, воспринимал полное слово, извините. Еще существуют книжки-игрушки так называемые. Я их покажу. Книжка-игрушка для детей, которые уже умеют читать отдельные слова, и для всех, кто любит посмеяться, да, составляют смешные небылицы. А здесь у нас возраст детей уже немножечко побольше. Сейчас, минуточку отвлеклась. Здесь возраст детей немножечко побольше. Здесь у нас книжка, как она выглядит. Она на пружинке, да, и разрезана. Здесь, может быть, она разрезана на 4 части, на 3, ну, здесь на ваше усмотрение, да. Точно там же ее изготовить можно даятельно. Сейчас, минутку. Переключается презентация. Сейчас, минуту. Ну, пока вот у нас переключается презентация, вот, вот таким вот, минутку, вот таким вот образом. Сейчас, минуту. Назад. Сейчас мы вернемся к вами, да, к нашей книге, которую я предлагаю. Опять же скажу тот момент, да, что ее можно сделать и самостоятельно, чтобы не тратить как-то свои финансы, да. Вот такого вот плана, да. Здесь мы можем, во-первых, и картинки приложить, да, и мы можем с вами приложить слова. Но вот сейчас на фото это такая более сложная, да, для деток, которые уже хорошо умеют читать, но точно так же мы можем с вами внизу поделить, вот как я до этого предлагала слогово, да, при помощи наших скобочек и точечек, чтобы ребенку было проще читать наши слова. Еще один момент, это мы просто на листе А4 распечатываем слова, да, и предлагаем ребенку уже непосредственно собрать предложение. Это предложение мы можем зачитывать в слух, и ребенок уже ищет эти слова. Можно, когда детки только начинают читать, делать это короткие предложения из коротких слов, да, и таким образом мы учим детей читать. Следующий момент, когда у нас есть картинки, то мы заменяем некоторые слова картинками, и здесь ребенок очень быстро, опять же, привыкает к этим картинкам и начинает очень быстро их читать. Еще один из вариантов, это интересные моменты, да, письма от любимого героя с заданиями или советом книги, вы можете положить просто в конверт. Здесь заинтересовывать что? Первое время своим ученикам домашнее задание я давала в конверте, естественно, но когда даете конверт, вы говорите, что если вы открываете этот конверт, то задание вы должны выполнить, да. Соответственно, здесь детям очень интересно открыть конверт, узнать, что у нас там лежит, да, и при этом он должен уже выполнить задание так, как вы договорились, да. Следующее, оставить чтение на самом интересном месте. Здесь мы читаем, читаем, и когда ребенку интересно, мы говорим о том, что, ну, вот как бы я тебе книжку даю с собой, да, но дочитаем мы на следующем занятии. Любопытство победит, могу сказать честно, это так и будет. Следующее, читать по строчке. Здесь тот момент, да, что ребенку предлагается читать по строчке вместе с педагогом, либо родителем, да, здесь ребенок понимает, что, если что, он читает не один, и ему как бы помогут. И что касается небольших советов для чтения, это чтобы сделать успешность ребенка в чтении, наглядно и полезно вывесить на стене, да, экран прочитанных книг или экран изученных букв. То есть у нас мы можем распечатать весь наш алфавит и ребенку предлагать закрашивать. Если же ребенок у нас уже читает, то это у нас прочитанные книги. Допустим, устроить выставку рисунков по мотивам прочитанных книг, да, или выставку рисунков наших букв, которые мы учим. Читать по 15-20 минут в день, так как внимание рассеивается. И не только читать. Задания, да, должны быть у нас 15-20 минут в день. Лучше мы 2-3 раза подойдем к нашему заданию, да, по 15-10 там минут, чем это у нас будет очень долго, да. И следующий момент, это как у нас помочь ребенку. Тоже небольшие советы, которые хотелось бы огласить. Развивать у него способность к предугадыванию, но не ждать, пока он прочтет слово председателя, да. Допустим, научить узнавать образ. Но это нужно делать уже как можно позже, когда ребенок у нас умеет читать, да. Развивать память и восприятие, соответственно, от этого у нас будет восприятие наших звуков. И использовать принцип нарастания, да. Я могу сказать честно, я против нашего глобального чтения, да. Я не сторонник этого. Ну, вот краем глаза видела, хотелось бы, ну, обсудить момент именно наших языков, да. Здесь, конечно же, все индивидуально. Но, опять же, если семья двуязычная, то да, изучение двух языков, естественно, ребенок общается в этой среде. Но когда у нас ребенок не знает русского языка и приходит на английский, я могу сказать, язычного опыта. 95% детей потом начинают и зеркалить буквы, и воспринимать их не так, как положено. И звуки мы произносим, допустим, либо с каким-то шипением, либо с какими-то дополнительными элементами. Ну, насколько я вот вижу, мое время вебинара, ну, немножечко так уже оканчивается. Давайте, если есть какие-то вопросы, в папочку «Вопросы», пожалуйста, потому что в чате не всегда они убегают, их не всегда видно. Вот вверху, в правом верхнем углу, рядом со значком «Чата» есть значок «Вопросы». Пожалуйста, туда «Вопросы». И я сейчас напишу свою почту, если есть какие-то вопросы лично ко мне, вы можете отправить эти вопросы мне на почту. Если вдруг я не отвечаю с первого раза, бывает такое, просто совсем недавно слетели все письма с почты, и вам это важно, пожалуйста, я прошу, как бы это не потому, что я не хочу отвечать, напишите мне еще разочек, и я обязательно отвечу. Обычно стараюсь отвечать сразу, но был такой момент, когда я потеряла, к сожалению, письма с вашими вопросами. Сейчас я напишу свою почту, туда тоже можно будет отправить вопросы. А пока мы ждем тихонечко Татьяну Викторовну и для завершения нашего вебинара. По основной информации у меня сегодня все. Так, ну вот я вам отправляю почту. И перехожу. Смотрите, первое, как научить ребенка соединять звуки в слоги. Здесь я уже говорила, да, есть, допустим, бегущая буква, мы говорим о том, что, но опять же, здесь лучше исходить из чего? Чтобы буква была сначала гласная, которую мы можем потянуть, да, а потом добавить звук уже согласный. То есть мы одну букву мы тянем и при этом добавляем следующую. Мы это показываем на собственном примере, да, допустим, А мы ее тянем, да, и добавляем Б, А, Б получаем, да, и точно таким же способом. Только после этого мы можем ставить первую согласную и гласную. Но обычно, вот, ну, исходя из моего опыта, это сложности у детей не составляет. То есть мы говорим о том, что одна буква бежит в другой, пока мы одну букву тянем, он у нас должен доставить второй звук, да. То есть мы одну букву тянем, это может быть любой гласный звук, я повторюсь, и вторую до нее доставляем, да. А следующее, где можно приобрести пособие для обучения чтения, но не буду делать прям такую сильную рекламу. Я могу сказать честно, я покупаю на лабиринте. Но очень много сайтов, очень много, даже пособия в любом, наверное, магазине, в любом вашем городе они будут. Следующее, один ребенок по математике считает свободно, а вот перевести печатный текст в письменный не может. значит, смотрите, здесь, так, учу первый класс, пять учеников до сих пор запоминали только пять букв, дальше предотвижения нет. Пять учеников. Знаете, и вот этот момент, что не запоминание букв, да, опять же, существуют логопедические, может быть, проблемы, может быть, необходима консультация логопеда, потому что, если существуют логопедические проблемы, и если они сильные, то обучение чтению будет на этом этапе невозможно. Вот посмотрите, вот этот момент, консультация логопеда, либо же, ну, знаете, как бы не хотелось бы говорить, а весь год занимается с логопедом, но здесь пока не установится у вас снятие вот этой логопедической проблемы, научить читать его будет очень сложно. Так. Здесь идет именно оптическое нарушение, то есть ребенок у нас внешне, эти дети внешне, они могут сопоставить букву с ее, допустим, письменным написанием. Здесь, опять же, мы предлагаем, да, и полепить, и как-то соединить эти буквы, то есть вот все те приемы, да, то есть выложить, нарисовать, чтобы они и на слух это воспринимали, и внешне это воспринимали. Так, ну, давайте смотрю, еще буквально минуточку жду. Так, какие в папочке вопросы? Сейчас смотрим. Сейчас я перейду в чат, потому что кто-то пишет и в чат, и в вопросы. Сейчас, минуту, чат догрузится. Смотрите, что касаемо по возрасту, я могу сказать точно, если ребенок тянется самостоятельно, допустим, в три года к изучению наших звуков, то мы, естественно, не садим его за парту, а где-то там между делом мы говорим, как у нас произносится та или иная буква, да, но заставлять ребенка, естественно, мы не заставляем, да. С моей точки зрения, вот как я беру себе детей на занятия, это пять с половиной лет, это исходя из личного опыта, но, опять же, я говорю, что многие дети и в пять с половиной лет не готовы к этому. Были моменты, когда мне и в два года просили мамы, чтобы я взяла двухлетнего ребенка на обучение чтению. Нет, я отказывалась. Мой, ну, вот такой средний возраст, это пять с половиной лет, когда можно начинать с ребенком заниматься чтением. Как эффективнее мотивировать ребенка к чтению, да, я уже вот говорила, это должно происходить все в игровой форме, да. Там они у нас должны играть, и между делом они у нас начинают учить звуки и их внешний вид, да. Вот Антонина, извините, без отчества, потому что здесь пишет просто имя. С шести-семи лет дети ходят на подготовку, и там они сразу проходят буквы. Знаете, здесь возникает вопрос к учителю, который ведет подготовку к школе. Я сама непосредственно веду подготовку к школе. Там мы учим звуки, и только потом мы учим буквы. Потому что если мы выучим, как я уже сказала, буквы, то будут у нас сложности с звуковым произношением. Так, ну вот пока больше я вопросов не вижу. Ну, на сегодня у меня все. Почту я вам свою выслала, вы можете ее посмотреть в чате. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. А теперь мы ждем Татьяны Викторовны.